Здравствуйте, в эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Рейд по магазинам. В Черкесии продолжаются проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса. Рейд по магазинам. В России Владимир Путин поддержал идею правительства о введении по всей стране дополнительных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Губернатором регионов, в которых отмечается высокая заболеваемость коронавирусом, глава государства поручил оценить обстановку и ввести нерабочие дни уже с 23 октября. При этом в случае необходимости режим нерабочих дней можно будет продлить после 7 ноября, отметил президент. Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии, заявил Владимир Путин. В Карачаево-Черкесии также растет количество заболевших и госпитализированных, поэтому Роспотребнадзор обращается всем соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, избегать массового скопления людей и, конечно, вакцинироваться. По этому случаю в Черкесии продолжаются проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса. С начала этого года Роспотребнадзор провел более 40 рейдов на предприятия торговли, общественного питания и транспорта. Какие нарушения и недостатки были выявлены в ходе проверки и каков штраф за нарушение, расскажет Карчабиджиев. С начала этого года было проверено более 150 объектов. В 91 из них выявлены нарушения. Это недостаточный запас антисептических средств, нерегулярное введение термометрии сотрудников, дезинфекция помещений, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха. Во всех случаях сотрудниками Роспотребнадзора направлены уведомления о рассмотрении вопроса о возбуждении дела, об административном правонарушении. Рабочие группы по проверке входят сотрудники мэрии Роспотребнадзора и представители МВД Республики. Они дважды в неделю проверяют различные предприятия на соблюдение всех противоковидных мер. Отсутствует разметка для соблюдения покупателями социальной дистанции 1,5-2 метра. Это обязательное требование, которое установлено санитарными правилами. Это обязательное требование, которое установлено указом главы Причаево-Черкесской Республики о введении режима повышенной готовности. Кроме того, в торговом зале отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха рецикуляторного типа и бактерицидные лампы. Это тоже является серьезным нарушением, поэтому мы на все эти нарушения указали. За нарушение санитарных правил предприниматели и должностные лица облагаются штрафом в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица от 200 до 500 тысяч. Начальник отдела прав потребителей Роспотребнадзора Ауладин Аргунов призывает всех, кто осуществляет торговую деятельность или перевозку пассажиров, соблюдать необходимые меры и не доводить ситуацию до выявления нарушений и направления материала в суд. Имеется и социальная разметка для соблюдения дистанции 1,5-2 метра. Имеется и обеззараживание воздуха в виде рецикулятора. Ведутся журналы термометрии работников к приходу на работу. Есть журнал проведения влажных уборок. Имеется средства в достаточном количестве. Сотрудники обеспечены, носят средства защиты индивидуальной маски. Поэтому претензий к данному магазину у нас нет. Спасибо, что они соблюдают все установленные требования. Хотелось бы, чтобы все предприниматели брали пример вот с таких предприятий. С учетом роста заболеваемости сотрудники Роспотребнадзора призывают граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности. Прежде всего, это масочный режим и социальную дистанцию в магазинах и общественном транспорте. Карча Биджиев, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. И далее погода на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин На сегодняшний день в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Карачаево-Черкесской республике зарегистрировано более 2,5 тысяч граждан, имеющих правовой статус частного охранника. Фатима Даурова в рубрике «В гостях у Росгвардии» узнавала, как и кто может подать заявление на удостоверение частного охранника. Доброе утро! Сегодня в рубрике «В гостях у Росгвардии» мы вам расскажем, как правильно пройти процесс и получить удостоверение частного охранника. Это уже не первый визит Максима в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесии. В первый раз он прошел консультацию, узнал перечень документов, необходимых для оформления удостоверения. Потом прошел профессиональное обучение. Один из обязательных пунктов в оформлении разрешения на получение удостоверения частного охранника. После сдачи экзамена он обратился в Центр с надлежащими документами и сейчас уже проходит очередной этап – дактилоскопическую регистрацию. Нет, в принципе, тяжелого ничего нет. Пришлось, конечно же, побегать, посуетиться, но нужно, нужно. Сложно, в принципе, ничего. Все как обычно, по сути. Ну вот, а для каких целей вы захотели стать частным охранником? Для чего? Хочется. Для себя, как бы, всегда было такое желание. Плюс работа, на мой взгляд, интересная очень. Ну и развитие какое-то тоже в дальнейшем. За год таких, как Максим, желающих стать профессиональным частным охранником и получивших одобрение оказалось по республике 368 человек. Возрастная категория разная. В основном обращаются лица от 28 до 50 лет. Право на подачу заявления имеют все граждане, достигшие совершеннолетия. Чтобы получить правовой статус частного охранника, что нужно для этого? Человеку необходимо, в первую очередь, пройти медицинский осмотр. После этого человеку нужно предоставить нам перечень необходимых документов, пройти дактилоскопическую регистрацию. В этот перечень входят две фотографии 4х6. В этот перечень входят копии документов, то есть копия, удостоверяющая личность гражданина. Это паспорт, и оригинал, и копия документов. Также копия и оригинал документов прохождения профессиональной подготовки и профессионального обучения. И, в принципе, все. За месяц набирается порядка 50 обращений граждан в Центр лицензионно-разрешительной работы. В целях сокращения времени ожидания заявителей в очереди в подразделении функционируют системы предварительной записи и управления электронной очередью. Приемы осуществляются три раза в неделю, в том числе и в субботние дни. А время ожидания в очереди составляет примерно 10 минут. Люди могут также подавать свои документы через портал госуслуг, осуществлять подачу через портал госуслуг. Мы, естественно, их рассматриваем, принимаем. После чего они уже лично приносят документы и подтверждают оригинальность своих документов. Обработка документов занимает 20 рабочих дней, это 28 календарных дней. А были случаи, чтобы женский пол обращался? Да, бывает. Часто приходят и женщины обращаются. То есть никаких ограничений в этом нет. То есть они также могут получать удостоверение частного охранника и работать. Удостоверение частного охранника выдается сроком на 5 лет и продлевается только после прохождения профессионального обучения по программе повышения квалификации частных охранников. В ходе нашего визита мы сами с интересом узнали о том, что заявление на удостоверение может подать прекрасный женский пол наравне с мужским. В гостях у Росгвардии с вами была Фатима Даурова и оператор «Ислам Урумов». На этой неделе отметили День повара. Время от времени каждому из нас приходится готовить. Кто-то это делает каждый день и не по одному разу, а другие видят исключение, чтобы порадовать родных. Но есть и те, для кого приготовление пищи – это профессия. О поваре и умелом кулинарии расскажет Альбина Ламкова. Кажется, что в сфере питания может работать любой человек, умеющий готовить. Но только профессионал превратит результат своей работы в искусство. В столовой детского сада «Росинка» трудятся три повара. Девчонки у нас стараются, убираются, порядком следят. Все такие аккуратные, все такие трудяшечки. Хорошие девчонки у нас работящие, уважительные друг к другу. У нас хороший коллектив. В помещении идеальный порядок. Ответственный на всех этапах от расчета объема и количества исходных продуктов Лариса Тамбасова. Работают в соответствии с технологическими картами. Первое блюдо в сегодняшнем меню – гороховый суп-пюре с картофелем. И здесь технология приготовления супа. Все четко по стандартам, да? Да, все по стандартам. Отступать мы не имеем права, потому что это детское питание. Вот, и температура подачи здесь указывается, требования к качеству. Мы стараемся соответствовать всем. На второе у нас жаркое, а на третье у нас компот из свежих яблок. Вот он уже практически готов. Компот. Сейчас мы его выключаем. Лариса Тамбасова – дипломированный специалист. В детском саду «Росинка» работает с 1997 года. Она знает, как приготовить блюдо сбалансированно, учитывая белки, жиры и углеводы. Это важно в рационе питания каждого ребенка, уточнила Лариса Николаевна. А также добавила, что разработанное меню отмечается разнообразием. Чтобы детки росли здоровые, умные, красивые, мы стараемся сделать все, что от нас зависит. Сама от себя стараюсь контролировать, как дети у нас питаются в детском саду, потому что мне интересно самой себе в конце рабочего дня поставить оценку. Сегодня я хорошо поработала или плохо поработала. Мне просто это интересно. Пищеблок оснащен современной техникой. Шкафы для жарки и плиты. Два котла на 250 и 60 литров. В наличии вся необходимая автоматизированная кухонная техника, используемая в повседневной работе. Холодильные помещения. Для каждого вида мяса своя камера хранения. Такой шикарный холодильник. Здесь у нас хранятся только куры. Продукты в пищеблок детского сада поступают ежедневно под чутким контролем Ларисы Тамбасовой. В холодном цеху продукт остужают. Тут же его готовят к следующему этапу. Сегодня детей порадуют мясом говядины. Из обычных продуктов можно приготовить настоящие шедевры, потому что пища, приготовленная с любовью, всегда получается вкусной и полезной, что важно для растущего организма. Еще одним из основных этапов этого процесса являются качественные ножи, которые должны быть острыми и прочными. Каждый цех в пищеблоке соответствует своему назначению. От процесса обработки до конечного помещения. Тут продукты доводят до соответствующего результата. В итоге блюда получаются не только вкусные и полезные. Пища дает детям максимальный заряд сил для активных игр и роста, так как повар заряжает блюда своей положительной энергетикой. Садики очень вкусно готовят. Я елок летом. А тебе больше всего что нравится кушать в садике? Суп. А тебе больше всего что нравится? Мне нравится есть свеклу. Мне нравится бокалоны и гречка. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго.